всем привет друзья с вами варчик европейские игроки world of tanks не очень довольны тем что происходит на песочнице и что это скоро попадет на основные серваки предположительно весной но задавали там кучу вопросов на которые разработчики европейские давали ответы некоторые люди говорят что у нас как бы все молчат и нету недовольных там действительно люди могут высказать свое мнение у нас якобы нет но на самом деле недовольных у нас везде полно куда не взгляни в любой чатик форум или видосик на ю тубе или канале все недовольные игрой они объективно высказывают свое мнение почему именно что им не нравится очень сложно не заметить столько конструктивных недовольств про игру и надо быть просто человеком который не хочет это видеть чтобы это не заметить но почитал ответы европейских разработчиков на вопросики мне очень понравился самый последний ответ про mx30 и про то почему его выводят оказывается mx30 по геймплей не такой как начала его ветки и в принципе не может предоставить уникального опыта игры то есть этот танк ничем не уникален поэтому якобы не интересен в игре он нафиг не нужен а mx30 и mx30 б их на песочнице убрали сделали акционными и они у вас останутся только если куплены и стоят в ангаре если же нет то потом вы их увидите не скоро скорее всего в каких-то активностях это будет награда так вот оказывается mx30 и mx30 б это не уникальные танки и ничего в них интересного нету но mx30 9 левела был моим любимым танком на протяжении нескольких лет я спокойно на нем играл наиграл кучу боев я очень долго на нем учился играть и после того как научился я просто получал удовольствие и продолжал на нем играть поскольку он мне нравился и не требовал затрат по серебру я играл на нем без допайка и практически никогда не стрелял голдой но это все было до того как его переделали а превратили его в якобы скорострельный дпм ный танк ближнего боя ухудшили ему точность улучшили скорострельность улучшили стабилизацию но это получился ближний бойный какой-то кривоватый быстро стреляющий танк без брони а был танк снайпер позиционный который быстро носился по карте у него была отвратительная стабилизация быстрое сведение хорошая альфа и великолепное пробитие хорошая точность то есть ты мог стрелять только когда сведешься а сводиться нужно было после любого движения покрутил башни корпусом только начал ехать все заново сводись на ходу стрелять было невозможно и в этом была его фишка нету танка в игре который бы не мог стрелять вообще в движении вообще абсолютно никак просто тупо кривущая пушка но как только ты подсводишься все он превращается в снайпера но для этого ему нужно чуть-чуть постоять и при этом этот танк обладал офигительной скоростью он носился по карте просто как сумасшедший можно было чуть ли не с лтшками кататься по всей карте и реализовать его пушку с пробитием и альфой и точностью было довольно таки тяжело и в этом был весь интерес научиться всегда заранее подсводиться для того чтобы стрелять и наносить урон еще и активно на нем играть это было очень интересно и не требовало вложений по серебру на нем можно было по чуть-чуть фармить серебро но его превратили в какой-то стандартный скорострельный танк который должен просто быстро всирать урон и все которых полно сейчас в игре они сами превратили его из интересного в какой-то шлак и теперь говорят что оказывается он по геймплею не интересен вообще ничего в нем уникального нет и это говорят те люди которые клонируют танки премиумные по 3-4-5 раз чтобы очередной раз их продать в разных нациях 300 тысяч копий бульдогов кромвелей шмомвелей шерманов какое дерьмище они только не наклонировали то есть там уникальность их не особо волнует а вот в mx30 была уникальность это был невероятно интересный танк который понравится не каждому поскольку на нем нужно было долго учиться чтобы заиграть хорошо и такого геймплея блин ни на одном танке в игре не было как можно было такое сказать и вообще просто не представляю эти разработчики абсолютно не понимают что они творят и при этом внизу приписочка наша команда верит что это правильное направление игры куда она двигается это полный пипец и если посмотреть на те ветки которые на песочнице они понаделали то те ветки которые они выделяют и говорят что они основные это все ветки тяжей они идут прямо тупо посередине выделены типа вот новички и старички качайте это вот основная ветка может быть на подсознание они сами понимают что без большого количества тяжелых танков во время боя содержание боя просто говно и всякие ветки которые вообще в игре не особо то нужны чтобы участвовать в нормальном бою по типу арты лт и пт они попрятали по краям а на низких левелах они это говно вообще убрали в ветках исследования этого нет вообще ни арты ни пт на низких уровнях нету на песочнице но какое у них там направление правильное честно говоря сложно сказать вроде бы какие-то адекватные вещи замечаешь но когда в целом вспоминаешь куда игра двигается за последние годы понимаешь что все ужасно и на одно какое-то хорошее действие получаешь каждый раз тысячу плохих противодействий вроде бы зачатки адекватности всегда в каждом патче присутствует и почему же каждый раз получается все плохо а потому что обычно в играх разработчики существуют для того чтобы слушать как там играется игрокам исправлять их проблемы в игре исправлять проблемы самой игры а также помогать игрокам приятно проводить время в игре чтобы они наслаждались игрой также еще нужно придерживаться своего какого-то направления развития игры добавлять не то что необходимо со временем новые технологии фишки и освежать как-то игру чтобы со временем в нее до сих пор хотелось играть но чем занимаются разработчики world of tanks они никак не способствуют приятному провождению игроков в игре они добавляют не то что просят игроки и геймплей игры никак не освежают а просто накидывают туда всякий мусор который люди не просили допустим люди просят сделайте арту более приятной разработчики сделали арту более приятный для артоводов но абсолютно неприятный для тех людей которые играют под артой люди многие года пользовались всякими запрещенными модификациями чтобы убирать деревья кусты и весь мусорник чтобы было видно куда стрелять разработчики выпустили патч 1.0 где весь экран в кущарях ни черта не видно по 30 слоев деревьев и кустов между тобой врагом также еще всякие мусор и шлак везде все засыпано ни черта не видно по 1000 заборчиков и остального мусора карты стали переполнены текстурками что стало раздражать даже тех кому не нужен был какой-то чит для того чтобы видеть физика стала более непредсказуемой скользкой и неприятной добавились всякие камни которые никто не просил скользкие камни обмазать всю карту скользкими камнями убрали подсадки которые никто не просил убирать людям нравились подсадки это был своеобразный контент в игре который можно было развивать который можно было балансить с разных респов что были подсадки люди их изучали какой-то интерес в бою у игроков вызывался тем что вау а как он туда залез, это ж надо изучить, полезть по интернету, полазить, или в тренировку зайти, поизучать, поучиться чему-то, как правильно заезжать в подсадки. И это теперь ЛТ не бездумная какая-то собака, которая на первой минуте поехала, врезалась в стену и сдохла, или по центру поля выехала, умерла, а какой-то самообучающийся красный новобранец, который что-то там пытается разобрать, обучиться, куда-то там залезть, чем-то в бою позаниматься, а не просто бездумно о-ло-ло, сдох и все. Оглушение в игре тоже никто особо не просил, но все согласились с оглушением по одной причине, урон арта в начале мало наносила, до того, как они в следующем патче, как добавили оглушение, увеличили сплэш, и арта стала дамажить в разы больше. То есть они обманули игроков, они взамен урона дали арте оглушение, а потом через патч, вместе с оглушением, еще и увеличили и урон со сплэшем. То есть сначала нам показали, что якобы вот, смотрите, оно оглушает, но не наносит урон. Мы такие, ну ладно, оно нам не нравится, но хотя бы не дамажит. А потом оно еще и через патч начало еще и дамажить. И мы теперь до сих пор уже пару лет жрем это. Нам все время дают не то, что мы просим. Параллельно с той вещью, которую мы долгие годы просили и выпрашивали у разработчиков, нам параллельно вместе с ней подсовывают какой-то кусок шлака, который мы не просили. Колесников мы не просили, они никому не нужны, они всех бесят. Те полтора человека, которые пришли из НФСки покататься, они нам в игре нахрен не уперлись. Мы хотели красивую графику, хавок с разрушениями, хотели новые карты, красивые модельки танчиков, HD карты, без изменения физик, без мусорника всякого, уменьшение урона у арты, без добавления оглушений, исправление прицела, это сделали частично, но камеру до сих пор не исправили. Йоко Сайобит до сих пор. Хотя бы прицел не перекашивает по бугру. Уже давным-давно можно было бы вместо слова «не пробил» подставить какое-то другое слово, когда человек на Яге Е100 попадает ЛТшке и слышит слово «не пробил», у него там в мозгу что-то клинить начинает и пена с арта идти, и он не понимает, что он попадает в орудие ЛТшки и поэтому слышит слово «не пробил». Повреждено орудие, сказали бы там, или есть попадание уже на крайняк. Но слышать слово «не пробил» это как троллинг. Танкисты ж никогда в жизни не пойдут и не проверят в реплее, куда они на самом деле попали. Вводить имбовые танки, где в башне нет уязвимых зон, как у Чифтена или у 430У, это ошибка. Европейские игроки про это спрашивали, но разработчики нихера толком не ответили. Переводить карты в HD с потерей половины офигенных классных карт это тоже никто не просил. Куда мы так сильно торопились, чтобы высрать этот HD клиент? Я бы еще лучше в старом лишний год поиграл в не HD клиенте. На старых картах, со старой физикой, не скользкими камнями. А потом, когда остальные карты перевели бы, тогда бы и поговорили. А так получается, что у нас нету половины тех карт, на которых мы получали удовольствие. Оставили какие-то конченные коридорные недокарты, где половину карт хочется засунуть в черный список, но они туда не влазят. Мы давно просим закрыть клиента от модификаций, потому что в самом клиенте уже все в принципе в основном есть, чтобы не было и всяких там читеров, подставушников и так далее, которые пользуются запрещенными модификациями. Но вместо этого картошка уже не банила людей лет 500, при том, что она и так очень мало людей банила. Все то, что мы просим, мы не получаем. Разработчики делают работу, которую никто от них не требует. Они ее просто делают, лишь бы что-нибудь там у себя на работе делать. Но они существуют за счет тех денег, которые мы донатили. А теперь эти разработчики на нашей бабке делают нам то, что нам нахрен не нужно. Вот и на песочнице переделку фугасов и увеличение хп все просили, остальное особо никто и не просил. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok